Всем привет, с вами Натали. Сегодня я хочу записать видео о том, что находится в моей сумочке. Честно сказать, я не знаю, зачем кому-то из вас нужно знать, что находится в моей сумке, но я все-таки сниму это видео для вас. И сейчас я покажу вам свою сумку. Она не очень большая, это, можно сказать, самая маленькая из моих сумок, но все равно я ее очень люблю. Она у меня черная, с коричневым карманчиком спереди. Я ее очень обожаю. Я уже открыла свою сумку и буду доставать из нее по одной вещи и показывать вам, рассказывать, зачем я ношу это в своей сумке. Значит, первая вещь, которую я достала, это было зеркало. Вот. Я думаю, каждая девушка должна носить с собой зеркало, потому что... А как мы еще поправим свой макияж без зеркала? Я всегда ношу с собой большое зеркало, потому что маленьким я просто не вижу своего лица. Следующим предметом, которым я достаю из моей сумки, является каталог Эйвен. Я очень люблю каталоги, потому что они очень яркие. Там есть такие странички, которые можно потереть, и они будут пахнуть. И когда я сижу, например, в очереди в салон или стою в очереди в магазин, я достаю этот каталог и начинаю листать и читать, и подчеркиваю с них что-нибудь новенькое для себя. Так как на улице сейчас зима, нужно с собой носить теплые вещи. Но я их не ношу на себе, не на виду на голове, потому что это очень портит мою крутую прическу, и я это все ложу в свою сумку. Поэтому следующей вещью я достаю из своей сумки вот такую розовую шапочку с балабончиком и вот такой серо-розовый шарфик. Они очень красиво смотрятся на мне. Дальше, так как у меня комбинированная кожа, я обязательно с собой должна носить матирующие салфетки. Я купила вот такую вот экономичную упаковку, ее хватает надолго и они отлично работают. Отложим пока что дальше. Следующим аксессуаром, которым я ношу в своей сумке, является мой кошелек. Каждая девушка должна иметь в своей сумке огромный кошелек, потому что огромный кошелек притягивает большие денежки. Я ношу с собой вот такой вот красный кошелечек Шанель с стразиками. Стразики я наклеила сама. Честно признаться, я очень люблю слушать музыку и идти куда-то без наушников в ушах из своего плеера я просто не могу. И поэтому я с собой всегда ношу наушники. У меня вот такие наушники от Sony. Они очень компактные и даже если вы оденете шапку, их не будет видно. Следующим, что я беру с собой, это конечно же плойка, которая закручивает волосы. У меня вот такая от Magico. Многие могут спросить, зачем я ношу с собой вот такую плойку. Понимаете, я по жизни обладаю прямыми волосами и мне всегда хотелось иметь кудряшки, как у Насти Каменских. Поэтому я беру с собой вот эту плойку и где-нибудь в магазине я включаю ее в сеть и накручиваю волосы, если я хочу быстрых перемен. На наших улицах города с освещенностью очень плохо и очень страшно ходить одной по ночам, поэтому я ношу с собой фонарик. У меня вот такой полицейский фонарик, он круто светит, он освещает пол улицы и поэтому вы приносите поршень только себе, освещая дорогу, но и окружающим тоже. И в дополнение к этому фонарику я с собой ношу баллончик газовый от Хулиганов. Вот, у меня вот такой зелененький, он у меня макси размер, чтобы хватило на одного преступника и он убежал и испугался. Следующей вещью, которую я вложу в свою сумочку является паспорт. Просто бывают такие моменты, когда я забываю свою фамилию и тогда я смотрю в паспорт и я не боюсь в следующий раз, что я ее забуду. Итак, моя сумка почти пуста и следующее, что я из нее достаю, это мой антидепрессант. Я очень нервный человек, поэтому мне нужно с собой носить постоянно что-то успокоительное. Вот так выглядит мой антидепрессант. Он серый, он с британской семьи, он породистый. Я считаю, зачем нужно с собой носить какие-то таблетки, если можно взять кота. Он очень компактный и месяца в любую вашу сумочку. И следующим обязательным атрибутом моей сумки является шампунь. Вот я пользуюсь вот таким шампунем. Я всегда беру с собой большую упаковку, потому что я боюсь, что она у меня когда-нибудь закончится и я не успею купить на распродаже следующую. Также к этой бутылке я нашла поласкиватель. Это обязательные два продукта. То есть, как говорится, must have, которые я нашу в своей сумке. Какой же я буду девушкой без духов, без моих ароматов? Я с собой ношу три аромата. Первый аромат это вот такой вот ситираж от Avon. Видите, он такой компактной упаковочкой. Он очень пахнет круто. Ах, класс! Это такой вот терпкий запах специй. Очень крутой. И следующий запах, который я ношу с собой, это вот такой вот. Здесь название не написано, и я не помню название, но очень сладенький. Видите, сколько я уже использовала его. Он тоже круто пахнет. Тут еще на нем был бантик. Красивая упаковочка. И третий запах называется Unisex. Это 10 Avenue White Carl Anthony Paris. Это туалетная вода, которая подходит и для мужчин, и для женщин. Ну, конечно же, я должна была обладать этой туалетной водой, потому что это просто лимитированная коррекция от 10 Avenue. И иногда хочется чего-то... Это были все вещи, которые лежали у меня в сумке просто-то. И самая последняя вещь, которую я вам не показала, является моя косметичка. Вот. Вот так выглядит моя косметичка. Она очень красивая. Она маленькая. Это самая маленькая косметичка, которую я смогла только найти. И сейчас я покажу вам, что я ношу в ней. Я прошу прощения, но у меня села камера, мне пришлось ложиться спать, чтобы утром ее зареветь. Поэтому я сегодня уже расскажу вам про свою косметичку. Честно признаюсь, я очень люблю макияж. И выйти на улицу без теней, это просто катастрофа для меня. Поэтому я ношу в своей косметичке вот такую компактную палитру теней на 88 оттенков. И не буду сейчас показывать все 88 оттенков, потому что я начну делать свочи на все 88 оттеночков. Следующее, что я достаю из своей сумки, это, конечно же, тушки. Обожаю тушь, потому что я люблю меняться. Я могу стереть тушь на улице в любой момент и накрасить в реснице другую тушь, потому что это очень круто. Я думаю, все так делают. У меня вот такие вот три туши, это такие сумочные туши, потому что все остальное стоит у меня на столе. И они мне очень нравятся. И следующее, что я беру с собой в сумочке, это, конечно же, мои помады. Как вы уже заметили, я люблю носить яркие помады и выйти на улицу без помадки. Для меня это как выйти голая. Поэтому я ношу с собой следующие помадки. Сейчас я их найду, потому что у меня косметичка безразмерная. Это очень много искать. Вот, вот такие у меня помадки. Я их очень всех люблю. Вот у меня есть вот такие вот две помадки жидкие. Вот такая неударенькая. Блеск для губок. Это тоже помадка. И две вот таких помадки. Одна тоже такого телесного цвета, а другая красная. Они очень классные, и я без них никуда не смогу. Всем интернет-привет, с вами Натали. Это было пародийное видео на тему, что лежит в моей сумке. И я надеюсь, оно вам понравилось. Напишите мне в комментариях, если вы хотите увидеть, что реально лежит у меня в сумке. И я обязательно сниму и выложу это видео на YouTube. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!